Я думала, что на климат списывала. И я думала, ну, зайду, ну, ну, а вот месяц назад мне совсем стало плохо, и я лягла. Стоп! На какой дозе эстетолопрама? На 5 мг, но не с каждого приема, а я даже не знаю, когда я его пила. Я думала, два дня его не пить, а потом пить. Вот так, с какими-то перерывами. Значит, все ясно. И вот месяц назад вам стало опять совсем плохо. Вы понимаете, 5 мг мало, вам надо немедленно вернуться на 10. И запомните, запомните, это очень важно. Если на 10 мг, значит, диагноз у вас, конечно, это депрессия, причем рецидивирующая депрессия. По идее, если вы первый раз бы, первый раз напопсили бы, потом нам можно было это трите, как чертовой матери, отменять. Там попсила основной. Если вы остались хотя бы на 10 мг, то мы бы с вами никогда не встретились. Если вы принимали бы до сих пор эти 10 мг. Не два раза вы прекращали. Вам было великолепно, вам было хорошо. И вы решили, а вдруг без него. Без него не получается. Рецидив идет. Депрессия рецидивирует. Значит, то же самое произошло и с эсциталопрамом. Все было хорошо. Все было замечательно. Летом вы начали уменьшать дозу, потом вообще там прекратили через пень колоду. То приняло, то не приняло. Вот. Потом вернулись на 5, как будто бы стало немножко лучше, но не хорошо. А по идее, надо было вернуться, конечно, на ту дозу, на которой стало бы хорошо. Я повернулася на 10 мг сразу же. Так. Пропила 10 дней 10 мг. Так. И с ранку мені було дуже погано. Я першу неделю взагалі не могла вставати. Я вставала десь тільки після 6-ї години дня. Ну, вечером вже. Потім на 2-й тиждень мені стало трошки краще. Я вже сіла. Я могла щось зробити вечером по хаті. І я підняла дозу до 12... Через 10 днів я підняла дозу до 12,5. Так. На 12,5 я побула 17 днів. Так. І я знову почула, що не витягує мене. Я не маю нормального життя. Я все-таки не можу встати. Я не їм. Я мене зранку все підтряхнує так, як алкоголіка. Мене кидає в жар. Через 17 днів я підняла до 15 мг. Так. Зараз 10 днів я п'ю 15 мг. І? І? Мені краще. Але 15 мг. Раніше оцю всю дозу. І навіть коли я була на Поксілі, я ніколи не приймала прикриття. Ну, раптом все, ну, бід випила. І все, стризам ще пила. А зараз на 15 мг, я, коли я зайшла на 15 мг, мені було дуже погано. Я знову не могла встати. Я цілий ранок до обіду валялася. У мене була тоска і плач. Я і плакала, і душу розривало. І я не знала, де собі діти. І я мала гидозепам 0,02 мг. І я четверту частинку гидозепаму зранку стала випивати з ципролексом. Із-за того, що нема другого прикриття. Стризаму нема. Фенобіт мені не допомагає. А таракс послала чоловіка, може купить. Ви знаєте, що я вам хочу сказати? Ви знаєте, я вам ось що хочу сказати. Що мене смущає? С учетом, конечно, дяде, этого двоюродного прадеда, с учетом бабусі, с учетом папі і так далі, і так далі. Що мене смущає? Мене смущає вот що. Що все-таки при тревожній депресії ви відчували себе і будучи ребінком. Вам хотіли, вам хотіло, щоб вас пожалели. Папа пив, мама займалася своєю болезнєю, мама ухаживала за братом. Короче говоря, ви були як золушко. Як золушко. Так, так. Отдали вас в інтернат, потім ще летом, ви должны були работать на этом. Ви даже мечтали, щоб град упав і порубило. А це ж було средство для существування. Але ви настільки вам тяжело було, як ребінок, що ви думали, ну його к чертові матері, пусть одні ці корешки остануться. Але щоб тільки лиш би не работай. Хоча це ж було. Я розтроїлся тоді. Ви що? Це перший год, я потеряв день. Я всього тоді получил. Це були більші деньги. Там немножко. 500 гривень заработав. Це були більші. Для 68-го року це були більші деньги. На 2-й год я получил хорошо. Я вернувся, представляєте, 26 лет мене було. Я вернувся дому, у мене було 4 тисячі рублі. Це були колосальніші деньги. І це не так я роботи заработав, як на цих огнерках. Понимаєте? І от мені кажуть, що. Ви понимаєте? Все ж таки я б мог би думати навіть о якій-то там депресії, нехорошій депресії. Але що мене успокаиває, що коли ви приймали препарат, ви чувствували себе замечательно. Що всегда ухудшення наступало, коли ви прекращали лечение. Так, так. Ви понимаєте? Якщо б у вас було б так, як ви принимаєте поксил, вам добре, потім ви його продовжуєте приймати, і вам становиться хуже, це був би сигнал о том, що це все ж таки це, биполярне. Так. Так. Это исключает биполярное. Это исключает. Это неправильное лечение. Поэтому нам сейчас надо вот что с вами решить. Значит, как долго вы принимаете 15 миллиграмм? Десять дней. Десять дней. Скажите, пожалуйста, ваше состояние, вы заметили, что оно немножко улучшилось или нет? Ну, понимаете, что меня смущает? Меня смущает этот гидозепам, который я четвертую частину принимаю от 0,02. Я почему-то боюсь, что это держит гидозепам, а не препарат. Подождите. Так вот не надо гидозепам. А почему вы принимаете гидозепам? Объясните. Потому что у меня очень сильно лезут по бочкам. Какие? Какие по бочкам? Какие? Появляется тиск. Раз. Меня трясает зранку так, как алкоголика. Приливы жару страшные просто. Мене таки... Голова така чумна, что я вообще не могу ходить, я не могу рухаться. У меня наступает какая-то такая апатия. И это на протязи... Ну, десь до години четвертое дня. А если я выпью гидозепам, я зранку ніби здорова. Не, подождите. А почему вы считаете, что это побочный эффект? А я считаю, могу предположить, что это проявление вашей болезни, а не побочный эффект. Может, может и так. Конечно, гидозепам поможет. Гидозепам это транквилизатор. Он всем поможет. Вот. Но это не лечение. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Я с него обовязково... Вот. Я его только 10 дней пью. Я его за этот весь период. И он вообще никогда не пила. А как часто вы его пьете? Один раз? От 0, 0, 2. Четверту частинку с ранку разом с антидепрессантом. А, один раз? Один раз. Так. Ну, хорошо. И что? И он помогает? Может, я себе так внушаю? Не, ну, что значит внушаете? Внушай, не внушай. Понимаете? Он не поможет, если это болезнь. Вот. Но все-таки, вот, попробуйте без него и с ним. Ну, я бы сказала, что мне с каждым днем лучше. Потому что, когда я была на 12,5, я тогда не пила гидазопаму. Я поняла, что я не вытягиваю, поэтому я подняла до 15. Подождите. Подождите. А что значит не вытягиваю? Что осталось? Осталось шум в голове. И с ранку вообще я не хотела и не могла вставать. Так. До первой часы дня я лежала в лужке, читала, там, смотрела на телевизор. Не то, что там прямо разбита лежала. У меня было какое-то такое отношение. Ну, не сделала и не сделаю. Может, потому что никого нет. Человек в командировку ездит на целый неделю. А я с собакой. Значит, я знаю, что нужно собаку выгулять. Я пойду на улицу. А так я чуя тебе на улицу. А что? А что? Муж по-прежнему продолжает работать, да? Да, он сейчас работает с волонтерами. А, понятно. Ну, хорошо. А если бы муж был, так вы бы встали бы утром? Да, если человек есть, он говорит, что это не хвороба. Он говорит, что нужно пойти погулять и напиться водой. Я встаю в ранку, загрию ему снеданок, ставлю на стол и иду тогда в комнату свою. Мы в разных комнатах сейчас живем. А вот вопрос один. А вас не обижает, что муж уезжает в командировку? Не обижает, потому что нам нужно денег. А, не обижает, потому что нужно... А вам... Нет. Гроши, грошами. Но все-таки вам хотелось, чтобы и гроши, и муж рядом. А, да, Меликак? Я так рада, когда... Вот сейчас им до свят сделала выходные. Я так рада, что он дома. Он меня морально не поддерживает. Но мне просто хорошо, что кто-то со мной есть. Подождите, он вас поддерживает, поддерживает или нет? Нет, не поддерживает. Он говорит, что нужно встать, сделать зарядку, попить каву, пойти на улицу погулять и все пройдет. Ну, он знает, он понимает, что вы болеете, или он считает, что вы дурака болеете? Нет, он говорит, что я понимаю, что ты болеешь. Я тебе... Ну, он ходит в магазин, он делает все, что нужно. Ну, майте новость, он ходит в магазин, он погуляет с собакой, он мне купит леки. Но ести он не приготовит, он не приберет квартиру. У нас, по конвеку, разделена работа. Значит, он зарабатывает деньги, я смотрю за семьей. А, может быть, он просто не умеет готовить? Ну, он живет очень долго в Африце, и там сам готовил на всю команду. И говорит, что умеет, не знаю. Ну, понятно, ладно, ему хочется тоже. Он же тоже был без мамы, он же тоже, понимаете? Ему тоже нужна жена, которая за ним. Не только вам хочется, чтобы он о вас заботился, но и ему хочется. Это же его понять тоже. Тут, кстати, вы должны это иметь в виду. Как вы думаете, вот, а что действует? Присутствие мужа или, вот, если бы на этих 15 миллиграмах и был бы муж, был бы лучик? Ни, я думаю, что действуют препараты. Все, действуют все-таки препараты. Ну, хорошо. Значит, 12,5 и 15. Есть разница? Ну, сейчас, мне кажется, что я активнейшая просто стала. Активнейшая. У меня пропал оцей шум в голове. Я зранку, от в 5-й годині ранку, от в 4-й, напевно, в 5-й до 7-й, я дуже добре сплю зараз, потому что я постоянно сплю на квеотипене, 25-50 миллиграм. И я собі не выпиваю на ночь, через 2 часа засыпаю, и я не просипаюся. Ну, вот в этот период, когда у меня сейчас вот это загострение, або взлет с препаратом, как я называю, то мне в 4-й, або в 5-й годині дня начало будити на 10 и на 12, такая трясучка внутрішня. И сразу такий шум, не шум в голове, а так, либо в голове жарко ставало. И я зрозуміла, что так не має бути, что это, напевно, какой-то выброс адреналіну, или как его там называют. И я подняла до 15. Нет, подождите, стоп, стоп, я понял. Уточнение, а на более низких дозах бивало такое, что в час дня шум начинался, все тоже. На 10 оно было, а потом мне бы пришло. Але я чомусь вирішила, я тоже над этим питанием задумаюся. Может, мне бы и десятка помогла, а я дуже швидко вилезла на 15. Да, конечно, а почему вы перешли на 12, а потом на 15? Не знаю, так чего-то я вирішила. В связи с тем, что у меня тих два випадки были, то что у меня врачи дуже швидко поднимали дозу, я то собі вирішила, что, напевно, и тут так треба подниматься. Нет, подождите, давайте так, вопрос. Десятка, 12,5 и 15. На какой из трех вы чувствовали себя лучше? Ну, я бы сказала, что я уже третий день чувствую себя достаточно хорошо на 15. Ну, значит, оставайтесь на 15. А вот для чего вы принимаете квитиопин? Он мне сон даёт. Мне кажется, что если я его не буду пить, я не буду спать. Подождите, я не буду. Это вам кажется или вы не спите? Мне кажется так, я не пробовала без него. Вы понимаете, с квитиопином надо быть очень осторожным. Вот. Всё-таки вам же вы ещё молодая. Что такое 54 года? 54 года я ещё как жеребец землю копытом рыл, понимаете. Это сейчас уже всё. А 54 я был полон сил. И так далее, и так далее. И тому подобное. Вы понимаете, если у вас сон нормальный, и вы будете принимать квитиопин, то вы потом нарушите свой сон. И уже без квитиопина вы спать не можете. Не сможете. Не знаю. Не знаю. Тут надо очень... Если вы не спите, квитиопин, понимаете, вы и трозодон принимали для сна, и миртозапин для сна, и квитиопин принимаете длительно уже. Несмотря на то, что сон у вас хороший. Вы понимаете? Смотрите. Почему? Потому что если длительно принимать вот эти соноидуцирующие препараты, а потом их прекращать, то сон уже пропадает. Даже и депрессии нет. Почему? Потому что человек привык к этим препаратам, и без них он уже потом плохо спит. Поэтому решайте. Все-таки для вашей депрессии у вас, конечно, тревожная депрессия, вот, тревожное депрессивное расстройство, вот, ну, там какая-то еще и обида, конечно, но это ерунда. В основном это, конечно, депрессия, вот. И депрессия хорошо реагирует, естественно, не на квитиопин, не на трозодон, вот, а на антидепрессант. Антидепрессант – это самый подходящий для вас препарат. Была ошибка. Вы все время, какое-то время применимали, а потом прекращали. Это ошибка. Нельзя. Надо подобрать поддерживающую дозу, на которой вы будете продолжать чувствовать себя хорошо, и принимать ее, ну, скажем так, долго. 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 Там не знаю, что там будет через два-три года, но, по крайней мере, не менее трех лет вы должны эту маленькую поддерживающую дозу принимать и чувствовать себя хорошо. Вот. Понимаете? Более того, что мне еще бросилось в глаза? Мне кажется, что все-таки вам надо, ну, чем-то заниматься. Как вы думаете? Вы же еще молодая, вот, может быть, вам муж в командировке уезжает, вот, понимаете? А вот это вот ощущение того, что вот ничего не надо делать или можно, ничего, да, да. Мы все четыре года, мы поехали потом, звезде, там, где мы служили, переехали, нам дали дом в селе, и мы все четыре года до войны, пока не началась война, мы жили в селе. И я там занималась всем, но при том, в общем, я споксила, взлетела, и мне было все по барабану. Понятно, 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 понятно. Хорошо, все, значит, это исключается, это исключается. Значит, остается так. Сейчас наша, значит, с диагнозом, это не невроз, это ерунда, это депрессия. Причем, конечно, тревожная депрессия и так далее, причем рецидивирующая. Естественно, там климакс добавил, он тоже каким-то образом влияет, вот. Но самое главное, ошибка была одна, препараты вам помогают, вам помог и парокситин, и первый раз, и второй, вам помог и эстеталопрам, но ошибка была в том, что вы прекратили полностью принимать, потому что через день это фактически полностью прекратить, и все возобновилось. Это даже не синдром отмены, а воспламенение, возгорание вашего болезни. Поэтому вот сейчас, сейчас вы должны подобрать лечебную дозу эстеталопрама, сейчас мы обсудим, как вы ее будете подбирать. Полгода попринимать ее, а потом начать подбор поддерживающей дозы. То есть, эта доза должна быть меньше лечебной, но она должна сохранять у вас состояние, которое было на лечебной дозе. И ее принимать длительно, и чувствовать себя нормально. Вы поймите, ну вот, например, человек страдает гипертонией, он всю жизнь принимает препараты от гипертонии. У него щитовидная железа, он всю жизнь принимает препараты. Да. Я просто боюсь, я не боюсь принимать препараты. Просто я думаю, как я в старости буду. Антидепрессант, нормально память у меня будет? Чи мне на старость вообще больше будет память из-за того, что я антидепрессант принимаю? А вот слушайте меня внимательно, ничего вам на старости не будет. У вас хорошая наследственность, вот, у вас все-таки люди там до 80, больше, до 90. Самое главное, у вас там ни у кого не было этого, деменции старческой. Понимаете? Я вам хочу сказать больше, это большая когнитивная ошибка. Вот если вы не будете принимать, вот тогда у вас могут ожидать последствия. А если вы будете принимать, то последствий не будет. Ну, будет старость, будет там то, что суждено, но, по крайней мере, во время приема препарата вы будете жить полноценной жизнью. Вы себе не представляете, какую горсть я принимаю вечером. Там 8 таблеток от давления, утром я принимаю от щитовидки, утром я еще там принимаю, в общем, понимаете, жена тоже в третьих. И благодаря медикаментам мы живем. А если бы я не принимал бы медикаменты, я уже не говорю про инсулин, там надо колоть. Понимаете, это ошибка. Почему? Потому что вот когда вы в депрессии, вы таким образом укорачиваете свою жизнь, это первое. А второе, качество жизни пропадает. Вы ведь мне коврили, когда я долго принимала тампоксил и так далее, значит, до лета принимала СТЛ, я чувствовала себя прекрасно. Как вы сказали по-украински? Я забыл слово. Как? Я чувствовала себя прекрасно. У меня не было никакого тиска, головных болей. Не, вы сказали по-украински. Как вы себе? Я хочу слово это. Чудово. Чудово. О, чудово. Понимаете, так зачем от чудово, от прекрасно уходить, черт знает куда, опять плохо. Порщиво, гнусно, мерзко и так далее, и так далее. Значит, я не вижу у вас ничего особо такого серьезного. Хотя я бы, вы понимаете.